Еще несколько слов о переговорах между Украиной и Российской Федерацией. Основой для таких переговоров со стороны Украины может быть только немедленный вывод всех оккупационных войск со всех оккупированных территорий, в том числе из аннексированной Республики Крым. Любые другие варианты прекращения огня, замораживания конфликта на имеющихся в настоящий момент рубежах – это поражение. Потому что, несмотря на то, что очень многие комментаторы, если не большинство, говорят, что время играет на Украину, это, на мой взгляд, не совсем так. Время играет на Украину в короткую. Действительно, в течение недель, одного-двух месяцев будет энтузиазм в мире, будет общественная поддержка Украины. Может быть, удастся получать оружие. Через какое-то время все может измениться. Люди устанут от одной и той же темы. Наступит сезон отпусков. Начнутся проблемы с беженцами, с обеспечением беженцев. Безусловно, мобильные группы противника, которые давно уже находятся в Европе, начнут провокации от имени якобы украинских беженцев. Евросоюз начнет морщиться при упоминании этой темы. Им будет очень некомфортно тем европейским бюрократам. И та поддержка Украины, которую мы имеем сегодня, исчезнет, рассосется, как утренний туман. И это помешает Украине выполнить задачи по защите своей страны. Сегодня история подарила Украине, украинскому народу уникальный шанс вернуть все захваченные территории. Сегодня же история подарила народам Российской Федерации уникальный шанс завершить наконец ту чудовищную гражданскую войну, которую когда-то развязали большевики и которая идет уже больше ста лет. Войну, которая унесла жизни десятков, если не сотен миллионов вместе с неродившимися людей, которая полностью изменила сознание, психологию нескольких поколений, которая совершила страшный исторический разрыв между различными поколениями, различными этносами. И привела страну к тому состоянию, в котором мы находимся сегодня. Появился уникальный шанс закончить эту страшную войну и очиститься от большевистской, не большевистской и, как ее сегодня называют, расистской заразы, практически уничтожившей народы бывшей Российской империи. Именно этот режим стал главной причиной появления на Земле в качестве противодействия этому режиму нацизма и фашизма. Ни в одной стране мира никогда не появлялись нацистские или фашистские движения, если не было угрозы коммунистического, бюрократического рабства. Именно большевистский режим с самого своего зарождения начал вторгаться практически на все континенты с целью навязать народам мира под ложными, демагогическими, неисполнимыми лозунгами навязать фактическое коммунистическое рабство, лишить людей экономической свободы. Сегодня появилась возможность очиститься от этого режима, создать новые государства на обломках Российской империи, либо сохранить Российскую Федерацию в тех границах, в которых она существует, и попытаться, наконец, искупить собственные грехи, грехи своих отцов и дедов за все, что было сделано за это столетие. В следующем видео мы попробуем рассказать о реакции Запада на происходящее и прокомментировать, несмотря на огромное количество комментариев, которые на сегодняшний день существуют, попробуем проанализировать и прокомментировать, почему же западные страны ведут на сегодняшний день именно такую политику. Призываю подписываться на канал и ставить лайки.